1 сентября – это праздник знаний и новых открытий. День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и, конечно же, новые друзья и новые знания. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Торжественные линейки, посвященные первому звонку, прошли во всех образовательных учреждениях района. В этот день наша съемочная группа побывала в Ольгинском сельском поселении. Почетным гостем металломероприятия стал глава района Заур Хамирзов. Ушло желанием нашим вопреки, и в такт шагам качаются букеты, которые несут ученики. Начнутся трудовые будни завтра для педагогов наших, для ребят. Учителя, родители, ребята, вас поздравляем с 1 сентября. Здравствуйте, дорогие ученики, уважаемые учителя, гости, родители. С праздником, с Днем Знаний. Этот день не просто дата в календаре, это долгожданный день для всех, для нас. Ведь именно сегодня, 1 сентября, распахиваются двери в бескрайнюю и удивительную страну знаний. Конечно, для каждого из присутствующих на нашем сегодняшнем празднике этот день по-своему волнителен и хорош. Но есть те, для кого он отмечен особой радостью и особой грустью. Это наши дорогие первоклассники и выпускники. Во всех школах нашей огромной страны начинается новый учебный год. И все повторяется. Уроки, перемены, будни и праздники. А сегодня наш первый школьный праздник в новом учебном году. Но он особенный для наших первоклассников. Они впервые станут настоящими учениками. Именно для них сегодня прозвенит первый в их жизни школьный звонок. Встречайте бурными аплодисментами самых маленьких учеников. Самых модных, самых перспективных и подающих большие надежды первоклассников. Для них этот день запомнится как старт в новую жизнь. А первый учитель станет для них другом, второй мамой и проводником по пути к знаниям. Право вести первые классы предоставляется ученикам одиннадцатого класса. Итак, на линейку, посвященную первому звонку, приглашается первый А-класс. Класс! Вот и осень пришла, и не вернется. Завершилась! Песня, один, два, все прошло, и уже не вернется. Сережки и Наташки, теперь мы две побочки. И смотрим на приятели вчерашних суток. Они еще не слышали школьного звонка. Школа, внимание! Во время вноса государственного флага России и флага Республики Адыгея стоять смирно. Флаги внести! Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна. Боже, живая великая слава, Твоё настояние на свете. Время внести! Славься странам! ПЕСНЯ ПЕСНЯ Торжественную линейку, посвященную Дню Знаний и начало нового учебного года объявляю открытой. Всего полчаса, и первый звонок нас позовет опять на урок. Школьные двери вновь распахнутся, завтра учебные будни начнутся. Ну а сегодня праздничный час. С праздником мы поздравляем всех вас! Слово предоставляется директору нашей школы, Катуниной Наталье Анатольевне. Дорогие гости, родители, учителя, учащиеся! Я от всего сердца поздравляю вас с праздником, с Днём Знаний. Первое сентября – это начало нового учебного года. Старт для борьбы за знаниями, за отличные оценки, крепкую дружбу, за покорение новых высот. Первое сентября – это новая эпоха в жизни тех ребят, которые сегодня стали первоклассниками. Добро пожаловать в нашу школьную жизнь! Вы постигаете удивительный мир знаний. Вас ждут светлые классы и первые учителя. Пусть уроки для вас будут нескучными, книги – интересными, школьная дружба – крепкой. Первое сентября для наших выпускников – это последнее первое сентября в их жизни. Дорогие выпускники, помните, дальнейшая ваша судьба в ваших руках. Заложите крепкий фундамент для достижения будущих побед. За этот год вам нужно определиться с выбором профессии и успешно сдать экзамены. Дерзайте! И у вас все обязательно получится. Уважаемые родители, бабушки и дедушки, вы с волнением сегодня привели своих детей в школу. Пусть ваши дети чаще радуют вас, а вам больше терпения. Чтобы у вас было больше времени на детей, больше любви, заботы, ласки, тепла. Ну и хочется теплые слова благодарности сказать в адрес учителей, которые помогают нашим детям постигать науки. Впереди у вас новые победы, новые планы, новые достижения. Еще раз всех с праздником! С Днем Знаний! С самыми искренними пожеланиями к первоклассникам и ко всем учащимся нашей школы обратятся наши гости. Слово предоставляется главе администрации МО Кашихабльский район Хамирзову Зауру Аскарбевичу. Добрый день! Я хотел бы поздравить сегодня с таким замечательным праздником всех присутствующих, всех жителей Олинского сельского поселения. День Знаний, праздник традиционный, который очень широко отмечается в Российской Федерации. Сначала я хотел бы обратиться к нашим первоклассникам. 46 детей сегодня впервые переступили порог этой школы. И сегодня для них прозвучит первый звонок. И пусть этот звонок станет началом для их успешной, счастливой жизни. Сегодня по инициативе главы Республики Адыгея Мурата Корабевича Кумпелова проводится акция «Подарок первоклассники». Вот здесь на столе лежат эти творческие подарки. И я очень надеюсь, что они очень сильно пригодятся в учебе первоклассников. Я хотел бы поздравить сегодня всех учащихся Вольнинской школы, весь педагогический коллектив, всех родителей с началом нового учебного года. Пожелать всем счастья, добра. И пускай у вас у всех сбудется все, о чем вы мечтаете. Вольнинская школа стоит на очень хорошем счету. И те славные традиции, которые были, я надеюсь, они будут продолжаться. Спасибо. С праздником всех еще. Плово предоставляется главе администрации Вольнинского сельского поселения Хагурову Мурату Аслановичу. Добрый день, дорогие жители села. Хочу поздравить вас с днем изнания сегодняшнего. Пожелать вам счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Уважаемые учителя, побольше терпения вам в новом учебном году, поменьше нервных ситуаций, потому что в нынешней жизни сейчас это очень актуально. Хочу особенно поблагодарить исполняющего главы республики Адыгея Мурата Аслановича Кумпил за эти замечательные подарки, за эту замечательную акцию, которая будет продолжаться, я думаю, и на протяжении остальных годов. Огромное спасибо. Всех с праздником. Слово предоставляется ветерану войны, ветерану педагогического труда, Радченко Владимиру Никитовичу. Уважаемые первоклассники, учащиеся учителя, родители и гости, разрешите мне от имени ветеранов педагогического труда, от имени ветеранам Великой Отечественной войны поздравить вас с праздником первого звонка. Днем знаний. Обращаясь к нашим первоклассникам, хочу сказать, что многие из вас до этого были и назывались как дошколята. Теперь вы же настоящие школьники. Вы из детского сада пришли в школу. Теперь школа для вас второй дом, а первая учительница для вас вторая мама. Она научит вас читать, писать, учиться хорошо и познавать мир. Как губка впитывает воду, так вы должны впитывать в свою голову их знания, их слова, их мысли. И вы будете достойными гражданами нашей страны. Дорогие мои родители, позвольте мне прочесть полученное вчера обращение от временно исполняющего обязанности главы Республики Адыгея Мурата Корольбевича Кумпилова. От себя лично поздравляю вас с замечательным, ставшим поистине всенародным праздником Днем Знаний. Традиционно 1 сентября знаменует собой начало нового учебного года. Для каждой семьи это день ожиданий, приятного волнения и радости, надежд и хлопот, праздник детства и начало нового путешествия в мир знаний и творчества. Для более чем 6 тысяч ребят Адыгеи, идущих в первый класс, это особый день, который запомнится на всю жизнь. Впереди их ждет немало увлекательных открытий и свершений. Новые друзья, хорошие оценки, множество приятных, ярких событий. Хочу заметить, что в этом году по инициативе временно исполняющего обязанности главы Адыгеи Мурата Корольбевича Кумпилова была возобновлена акция «Подарок первокласснику». В ее рамках все ребята, которые впервые сядут за парты, получат комплекты детского творчества. Не сомневаюсь, что и сами первоклассники, и их родители по достоинству оценят набор школьно-письменных принадлежностей, которые помогут малышам развивать воображение, способности и таланты. Уважаемые родители, в канун нового учебного года хочу пожелать вам успехов в воспитании ваших детей. Во многом именно от вас зависит их здоровье, благополучие и подготовленность к современной жизни. Со своей стороны органы государственной власти продолжат всемирно помогать вам в развитии и обучении подрастающего поколения, создавая качественную и высокотехнологичную материальную базу образовательных учреждений, оказывая поддержку, развитию и реализации потенциала школьников Адыгеи. Ведь вложение в образование – это самая лучшая инвестиция в наше общее будущее. Пользуясь возможностью, хочу выразить слова искренней признательности педагогам за нелегкий и благородный труд, за терпение, самоотдачу и любовь к детям. Еще раз от всей души поздравляю всех школьников, учителей и родителей с началом нового учебного года. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, больших творческих успехов и новых побед. В добрый путь! Ну а сейчас самая долгожданная минута нашей линейки. Слово предоставляется директору нашей школы Катуниной Наталье Анатольевне для вручения похвальных грамот. Затем директор школы Наталья Катунина вручила похвальные грамоты отличившимся ученикам. И пользуясь случаем, что у нас сегодня на линейке присутствует Заур Оскорбеевич, от имени коллектива, родителей и учащихся, я хочу сказать огромное вам спасибо за ремонт спортивного зала. В этом году наши дети будут заниматься в обновленном спортивном зале. И я надеюсь, что вы достигнете еще больших спортивных высот. И также хочу поблагодарить исполняющего обязанности, хотя он здесь не присутствует, главы республики Адыгеи Мурата Корольбевича за подарки нашим первоклассникам. Дорогие ребята, сегодня для вас открывается новая страница жизни. Сегодня вы познакомитесь со своими первыми учителями, которые, поверьте, станут для вас лучиком солнца, освещающим путь к знаниям, мудростям жизни. Слово предоставляется первым учителям Макогоренко Ольге Дмитриевне и Хребко Наталье Александровне. Дорогие ребята, поздравляю вас с Днем Знаний. Желаю вам хороших отметок, нетрудных заданий, задорных и добрых соседей по парте, а самое главное, новых открытий. В добрый путь, ребята! Поздравляю с Днем Знаний всех гостей, всех учителей, всех учеников, а наших первоклассников поздравляю с праздником первого звонка. Вы теперь не просто дети, вы теперь ученики. В школу будете ходить, буквы будете учить. Вам желаю не лениться, поскорее научиться и читать, и писать, и считать. А чтобы вы не хныкали, будут и каникулы, но каникулы будут потом, а сейчас первый раз в первый класс, в добрый путь. Главные герои сегодняшнего дня наши первоклассники. Посмотрите на них, какие они нарядные, непривычно серьезные, разом повзрослевшие. Это наша смена и наша опора. Это те, кому предстоит творить наш завтрашний день. Все мы были первоклассниками, все не спали ночь перед перволинейкой, все волновались и переживали. А если кто забыл, каково это, то наши первоклассники сейчас нам напомнят. Пожалуйста, ваше слово, первоклассники. Слово предоставляется виновникам нашего сегодняшнего праздника. Буду очень я стараться, все мне, братцы, по плечу. Только в школу просыпаться рано утром не хочу. Вам всякие мы прочитаем, школьные прикольные, чтоб не знали и не скучали, ну и нас все забывали. Первый раз отправляюсь в первый класс, постараюсь я во всем лучшим быть учеником. Рассказали мама с папой, как вести себя за партой. Например, нельзя лежать, парта это не кровать. Я сидеть намерен прямо, как учила меня мама. Захочу спросить, сказать, надо руку лишь поднять. Это выход на финишную прямую. Вы сегодня начинаете свой последний школьный год. Слово для поздравления предоставляется нашим одиннадцатым классам. Дорогие первоклассники, сегодня вы отправляетесь в долгое и увлекательное путешествие. Много нового и неизданного встретится вам на вашем пути. Но не бойтесь трудностей, ведь ваши родители и друзья всегда будут рядом. Будьте старательными и усердными. Будьте добры к своим одноклассникам, ведь вы вместе пройдете это прекрасное приключение. Для вас сегодня праздник особенный, волнительный. Каждый из вас в предвкушении чего-то нового, неизвестного. Впереди вас ждет много новых открытий, новых друзей, впечатлений. Пускай же ваша учеба будет интересной, светлой и звездной. Конечно же, сегодня мы испытываем особые чувства, ведь совсем скоро мы начнем свой собственный жизненный путь. Но в чем мы уверены точно, так это в том, что мы никогда не забудем нашу школу и наших учителей. Мы желаем вам, дорогие первоклассники, никогда не сдаваться даже перед самыми сложными задачами. Всегда стремиться сделать задания лучшим образом, найти верных друзей и приходить в класс с хорошим настроением. Вот и наступил этот долгожданный момент для наших первоклашек. Сейчас прозвенит первый в их жизни школьный звонок. Звенит звонок, как жаворонкотрель, в мир знаний открывает нам весь дверь. В концу подошел день знаний у нас. Звени же звонок, в добрый путь, в добрый час. Почетное право дать первый звонок предоставляется учащемуся 11-го класса Рамазанову Исламу и учащейся 1-го А-класса Хагуровой Аиде. Звони. Звони. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ